Мы приросли, хотя год еще не закончился, порядка на 50%. В этом году направление МТС, оказание услуг сельхозпроизводителям, у нас в общем обороте компаний где-то порядка 15%. В прошлом году это было где-то 5-7% на вскидку. Есть меры поддержки от роста агролитинга на создание МТС. Вы своими делаете силами? Ну, МТС мы развиваем второй год. Пока, к сожалению, только своими средствами, своими силами. Часть техники приобретаем, естественно, за свои средства. Часть где-то в обычный коммерческий лизинг. Друзья, привет! У нас сегодня интервью с генеральным директором компании Trading Center Лепешков Юрий. Юрий, здравствуй! Добрый день, Юрий. Мы сегодня поговорим о том, как изменилась за год ситуация с вашей компанией, что у вас нового. Поговорим о ситуации в сельском хозяйстве, на рынке сельхозтехники и обсудим итоги года. Заканчивается год. Как прошел он для вашей компании? Прошедший год я бы все-таки обозначил для нас достаточно позитивным. Мы приросли, хотя год еще не закончился, итоги финальные еще не подвели, но порядка на 50% к прошлому году. Но, скажем, в денежном эквиваленте. Повлияло на это несколько факторов. Все-таки мы относительно молодая организация и активно растущая. Опять же, так скажем, с нуля расти проще в какой-то степени. Поэтому мы росли. И этот год, я считаю, что в какой-то степени по накатанной предыдущих там нескольких лет работы периода мы продолжали расти. И плюс ко всему у нас в этом году у нас активно развивался и кратно рос филиал Северо-Запад. В Брянском филиале у нас в домашнем регионе такого роста, откровенно говоря, не было. Ну, так как там уже более высокая база была. Поэтому вот в совокупности факторов мы еще и растем. Слава Богу, пока на текущий момент. У нас сегодня на этом мероприятии, где мы находимся на практике, выдаётся информация аналитическая и зафиксировано, что в этом году падение рынка сельхозтехники на 20%. У вас рост. Как вам это удаётся? Где эта формула успеха? Наверное, какой-то волшебной таблетки в этом смысле никто не даст. Скажу, что основные направления, в которых мы приросли, это, повторюсь, опять же, регион Северо-Запад у нас активно развивается. Но ровно потому, что мы там начали развитие своё позже, зашли на рынок. Также в этом году активно развивали направление МТС, оказание услуг. И продолжим, к сведению, его развивать, потому что сейчас именно та ситуация, когда многие сельхозпроизводители не могут себе позволить обновление парка или просто расширение приобретения новых машин, достаточно дорогостоящих, откровенно говоря. А у вас МТС в Брянской области? Мы работаем пока что в Брянской и, допустим, в этом году мы дотянулись до Калужской и Курской области. И там тоже сделали МТС? Или просто у вас с этого МТС, который Брянская, отразляет услуги? Да, в силу, скажем, расположенности. Мы в радиусе определенном 200-300 километров. То есть Брянская область, Калужская, Курская, возможно, Смоленская, скажем, вот именно. Опять же, основная проблема, скажем, докуда можем дотянуться, именно больше техническая. То есть где мы можем оказать нужный сервис, потому что наш МТС, он тоже нуждается в поддержке, где-то сервисы, где-то запчасти. И большая удаленность от дилерского центра, это уже определенная сложность. Поэтому у нас нет цели пока что, по крайней мере, развивать МТС где-то далеко от домашнего региона. Нужно сначала обкатать и закрепиться дома, чем мы, собственно, и занимаемся. И в этом году направление МТС, оказание услуг сельхозпроизводителям у нас в общем обороте компаний где-то порядка 15%. В прошлом году это было где-то 5-7% на вскидку. На сегодняшний день есть меры поддержки от роста агролизинга на создание МТС. Вы своими делаете силами или все-таки у вас есть какая-то поддержка? Ну, МТС мы развиваем второй год. Пока, к сожалению, только своими средствами, своими силами. Часть техники приобретаем, естественно, за свои средства. Часть где-то в обычный коммерческий лизинг. Я слышал, что Росигролизинг, скажем, помогает, финансирует новые... Есть программы целые по поддержке МТС? Мы пока, к сожалению, не пользовались этими программами, откровенно говоря. И, возможно, в какой-то степени нам придется, если мы, дай бог, будем сотрудничать в этом направлении с Росагролизингом, пересматривать парк техники, с которым работаем. То есть, опять же, как вы знаете, у нас львиная доля ассортимента, это импортный ассортимент. Если я не ошибаюсь, Росагролизинг, он финансирует отечественную технику. К сожалению, не вся отечественная техника сейчас соответствует требованиям, которые нам, скажем, выдвигают наши заказчики. Более того, не вся отечественная техника, в принципе, есть. То есть, допустим, ну, к примеру, мы в этом году посеяли кукурузы 7,5 тысяч гектар. И здесь мы использовали все-таки импортную осилку, широкозахватную, трактор тот же самый, высокой мощности. Но, благо, трактора отечественная есть, я имею в виду в целом у российских производителей. Ну, вот, допустим, каких-то других агрегатов, прицепных или там навесных, мы не можем приобрести в МТС. То есть, 80-90% техники у нас там работает импортной. И мы будем очень рады, если будут появляться альтернативные варианты отечественного производства, отечественного, белорусского, там, может, каких-то из других дружественных стран. Но пока констатируем факт, что львиная доля – это импортная техника. Наше прошлое интервью называлось «Цель жизни министр сельского хозяйства Альсако-Федерации». Такие взгляды на отечественное сельхозмашиностроение не помешают ли вам достигнуть вашей цели? Я скажу, что когда мы приходили в бизнес, в собственный бизнес, у меня вообще была цель развивать именно, то есть, дистрибьюторский бизнес, цель была развивать и продвигать именно отечественную технику. И я не помню, я, по-моему, даже говорил в интервью, что цель была работать именно с отечественными производителями. Но когда я изучил рынок, потребности рынка, пообщавшись с клиентами, будущими клиентами, я понял, что у развитых предприятий достаточно высокие требования к технике. И, скажем так, естественным образом пришли к тому, что в нашем ассортименте большая часть производителей – это зарубежная техника. Но это не значит, что это цель. То есть, если мы будем видеть, у нас в ассортименте уже есть там, по-моему, три бренда отечественных, и, на мой взгляд, там есть определенный прогресс именно, опять же, в качестве производимой техники, в ассортименте, в технологичности. И мы будем только рады, если этот ассортимент у нас будет расширяться. То есть, те же самые трактора, которые отечественные, возьмем, в пример, тот же ПТЗ «Кировец», это уже принципиально другой трактор, в отличие от того, который был там тех же 5 или более 10 лет назад. Вот, уже ближе к цели министра сельского хозяйства. А то как-то все иностранные бренды российских нет достойного качества. Недавно от одного из высокопоставленных, скажем, людей нашей страны прозвучала некая фраза, что львиную долю тех рекордных урожаев, которые в нашей стране получили, произвели все-таки во многом благодаря импортной технике. Это факт, который отрицать нельзя, но здесь бы я хотел сказать, что дела не стоят на месте, и отечественные производители сельхозмашин все-таки двигаются, развиваются, и мы это видим. Пока, может быть, не так, как нам хотелось бы, но цель понятна, и я надеюсь, что они планомерно к этой цели будут идти, и мы со временем все-таки свой портфель техники, скажем так, диверсифицируем. То есть, возможно, какие-то импортные бренды и останутся, но все-таки мы живем в России, и было бы неправильным, если бы мы продвигали только импортную технику. Да, мы на импортных производителей ориентируемся, в первую очередь, почему? Потому что там более продвинутые технологии используются, да, и я очень надеюсь и верю в то, что они придут к отечественным производителям. Они приходят уже постепенно, но это будет в большей степени, чем есть сейчас. Ну, ваша компания занимается продажей импортной сельхозтехники. В этом году вы фиксируете рост, при том, чтобы стоимость импортной сельхозтехники выросла в разы, логистика увеличилась и стала гораздо дороже. Как вам удается поднимать продажи? Давайте эту формулу, потому что, ну, пока мне непонятно, каким образом на падающем рынке, на высокой логистике вы растете. Один из факторов, да, это то, что все-таки техника подорожала, как бы это было неприятно, это факт. Следующий фактор, это все-таки у нас достаточно большой портфель техники, то есть мы практически в каждой категории для сельхозпроизводителя у нас есть предложение. У нас и кормозаготовительная, и там прицепы-перегрузчики зерна, и картофельная линейка техники вся полностью от посадки до складирования и упаковки. То есть во многом благодаря тому, что в портфеле есть, скажем так, практически все, что нужно нашим аграриям. Прошлое наше интервью стало очень резонансным, и большое количество людей мне позвонили, узнали, кто вы, и стало интересно, почему такая цель жизни. Интересовались у меня по поводу, есть ли опыт работы где-то в госструктурах, почему такая цель, и вот прошел год, и цель жизни каким-то образом достигается, есть ли какие-то шаги в этом направлении, как с этим обстоят дела? Значит, цель большая, цель амбициозная, и я ее называю все-таки цель жизни, мы так и назвали в прошлом интервью. Поэтому я надеюсь, у меня еще есть время набраться нужных компетенций. Значит, в администрации и в каких-то госструктурах я не работал, опыта работы в администрации, соответственно, нету. Возможно, это все еще в перспективе предстоит. На сегодняшний день я считаю, что мы на шаг, я на шаг приблизился все-таки к цели. Я говорю, мы иногда все-таки считая, что я в этом бизнесе не один, у меня есть два партнера, как минимум, и так или иначе, мой успех, он связан в том числе с их успехом. Поэтому даже если я говорю про себя, все равно мы, как говорится, двигаемся в связке, в партнерской, и от этого во многом тоже зависит результат. результат. И на один шаг, на который мы приблизились к моей личной цели, значит, мы в этом году создали новое предприятие, сельхозпредприятие, пока, конечно, относительно маленькое, хотя, как сказать, по каким меркам... Какое количество земли? У нас в этом году порядка 600 гектар земли. Ну, для старта это совсем немало, Юрий. Но если по европейским меркам, так мы вообще очень большой сельхозпроизводитель. Мы из этих 600 на данный момент порядка 500 гектар уже засеяли, то есть это наш в этом смысле первый опыт, опыт сельхозпроизводства. Еще, конечно, урожай не убирали, поэтому выводы делать точно рано. Я уже представляю наше интервью через год, когда урожай пройдет. Сейчас просто, вы же, наверное, понимаете, да, прекрасное количество рисков, которые сейчас закладываются, ситуация на сегодняшний день на рынке очень нестабильная про стоимость зерна, и что она иногда ниже, чем себестоимость производства этого зерна. Вы так амбициозно заходите для того, чтобы получить опыт, да? Тот самый, который вам будет необходим для достижения вашей цели. Да, так и скажу, что для нас это опыт, в некой степени такой пилотный проект. Для меня он ценен именно тем, чтобы там получить дополнительное знание именно глазами самого сельхозпроизводителя. Мы всегда делаем какие-то выводы, глядя на сельхозпроизводителя, каждый там со своей стороны. Так вот, мне важно посмотреть на сельхозпроизводителя изнутри, именно его глазами, получить, набить какие-то шишки, да? Мы их уже набиваем. То есть, казалось бы, очевидные вещи. Мы так или иначе работали сельхозпроизводителями, да, в качестве поставщика, как минимум. Я постоянно там много времени проводил в полях, это все видел. Но когда ты начинаешь этим сам уже заниматься, я в том числе агроном сейчас. Кстати, я поступил в аспирантуру по специальности. Еще один шаг. Кстати, да, можно так сказать. Но, опять же, тут еще нужно аспирантуру. То есть, получить это образование еще, да, пока я только поступил. Значит, на агрономию. Почему? Потому что как раз в сельхозпроизводстве, я считаю, что это один из важных аспектов, это знание именно агрономии. Я по своему образованию инженер. И, собственно, в дилерском бизнесе мне этого было достаточно. Мне не хватало агрономии, но, тем не менее, этого было достаточно, чтобы понимать, в чем суть. Именно в сельхозпроизводстве здесь уже нужны дополнительные знания. Понятно, что я управленец, я руководитель компании. Но, тем не менее, я в том числе участвую и в операционной деятельности, и во всех процессах, как говорится, самого низа. Я имею в виду, как говорится, на земле. То есть, я лично контролирую всходы, вникаю в процессы. И именно для меня это важно, чтобы получить тот необходимый опыт. Это не значит, что я, может быть, буду этим заниматься всегда. Хотя мне это нравится, честно говоря. Работа с землей в поле приносит определенное удовлетворение. Она, может, не всегда приятная. То пыль, то грязь, то дождь, то еще что. Но, тем не менее, мне это нравится. Соответственно, когда человеку нравится то или иное дело, то, скажем, можно получить больший результат, более высокий результат. Так вот, цель жизни министра сельского хозяйства, она никуда не делась. И я надеюсь, не денется. По крайней мере, предпосылок к этому нет. Мы в сельхозпроизводство заходим, так скажем, на низу этого рынка. То есть, мы видим, что это сейчас дело крайне непростое, когда себестоимость продукции иногда выше стоимости реализации. Но, тем не менее, этот рынок такой. Он то растет, то падает, то наверху, то внизу. Это тоже надо понимать. Для нас это в чистом виде сейчас инвестиция, инвестпроект. Но, надеюсь, что мы все-таки наберемся опыта и будут и хорошие времена в сельском хозяйстве. Я сейчас расскажу пример, который я недавно услышала. От человека, у которого сейчас в собственности находится 80 тысяч гектар земли. Он занимался продажей оптом минеральных удобрений, химии. И постоянно наши хостоваропроизводители жаловались, что все плохо, денег нет, денег нет. И он решил брать эксперименты, купить 10 тысяч, 10 тысяч сначала, 2 тысячи. В общем, купить немного земли и начать выращивать. И в первый же год он увидел, что там какая-то бешеная маржинальность. И он понял, что все рассказы, которые ему были все эти годы, когда жаловались. И он полностью перешел от продажи в производство. Теперь он производит и пшеницу выращивает, и семена выращивает. И вообще, он говорит, это классный пример, который хотел бы, чтобы вас это тоже немножко вдохновило. И, быть может, сейчас ситуация правда поменяется на рынке с ценами на зерно. И ваша пшеница засеяна на таком 500 гектарах. Это нормальное количество. Там можно заработать, если будет нормальная цена. Я вот смотрю, скажем, под таким углом. В любой отрасли есть предприятия и убыточные, и прибыльные. Есть развивающиеся, есть угасающие. Здесь нужно просто подходить сразу грамотно с технологиями современными. То есть считать вложения. У меня есть консультант, который как раз в этом вопросе меня курирует. Это наш клиент по сельхозтехнике. Это крупная КФХ в Брянской области. И когда мы планировали сеять, то есть обсуждали, что будем вносить, какие семена использовать и прочее, он задал мне такой вопрос. На какую урожайность будем выходить? Ну, я, скажем, понимаю... Чем больше, тем лучше, да? Нет, нет, я по-другому сказал. Опять же, не имея еще нужного опыта, я ему говорю, ну, понимая, какие у нас урожайности в регионе, какие максимально высокие и какие иногда бывают низкие или средние, я говорю, ну, давай хотя бы к 50 центнеров с гектара стремиться. Ну, он смотрит на меня рукой, так махнул. А, зачем тогда начинать? Так вот, к слову скажу, что у них урожайность пшеницы в хозяйстве достигает 120 центнеров. Может быть, не средняя, но, скажем, отдельные для этой участки такие бывают. И, опять же, он уже, глядя на этот вопрос со своей стороны, понимает, что нужно сделать, какие технологии применить, сколько того или иного удобрения или прочих элементов внести, и что нужно сделать там с точки зрения каких-то почв, обработки, подготовки полей, других обработок, тех же семян. Он видит, что получить... В итоге мы договорились, что цель наша 80 центнеров с гектара. Такую, взяли середину, да? Такую середину, да. Ну, середину, опять же, для нашего региона это достаточно высокий, это выше среднего однозначно. Так вот, опять же, нужно понимать, что, чтобы получить этот такой урожай, такого уровня, должны соответствовать многие факторы, да? Начиная с технологии, той же самой технологичной техники, которую мы используем. Благо, у нас техника современная, отвечающая всем необходимым требованиям. Дальше уже пошли больше такие, скажем, агрономические моменты, да? То есть, когда подкормить, чем подкормить, когда обработать там. Сейчас вот предстоит там весенней обработки и так далее. Ну, опять же, я весь цикл еще не прошел, но здесь хотел подчеркнуть, что при использовании всех современных технологий и, опять же, имея нужное знание, результат можно достигать высокий. А, соответственно, чем выше урожайность, тем ниже там себестоимость продукта, да? Вот, поэтому меня не беспокоит ситуация, что сейчас на рынке все на низу, скажем, цены на урожай, да? В любом случае, первый год для нас опытный. Мы начали с такой относительно не самой сложной культуры пшеницы, хотя тоже достаточно нюансов и с ее выращиванием. Вот, так вот на сегодняшний день более рентабельно. Весной попробуем, кстати, сурю или горох, или и то, и то. То есть, посеем еще дополнительно. А на следующий год в планах озимый рапс еще добавить, скажем, все в оборот. Я уже буду наше интервью через год, где будут результаты. Мне очень интересно услышать и про урожайность, и про технологии, которые применили, которые сработали, какие не сработали. Но это уже будет через год. Я добавлю здесь, в рамках именно развития сельхозпредприятия нашего, у меня цель, опять же, долгосрочная цель, создать самодостаточное предприятие. Что я имею в виду? То есть, некий такой кластер, пусть он будет, может быть, не масштаб холдинга, но тем не менее, чтобы со временем у нас там появились и сады, и овощи, то есть овощи, фрукты. Зерновая группа для нас в этом смысле, как такая, скажем, обеспечительная для того же животноводства, которое мы тоже там в планах. Это на несколько лет вперед, я затрудняюсь сказать, насколько, но как минимум по мере развития мы будем понимать. То есть, животноводство – это долгая отрасль, которая там окупаемостью десяток лет иногда больше. Те же самые сады тоже. Кстати, в этом году, похвастаюсь, у нас в Брянской области есть сельхозпредприятие, которое три года назад заложило первые сады яблочные. И я в этом году набрал себе в этом саду яблок. И я вам скажу, яблоки просто отменные. То есть, мы несколько лет назад особо не могли там подумать, что у нас вот по современным технологиям можно выращивать хорошее урожае и настоящих яблок. До этого же в Брянске они выращивали, да? В Брянске был один проект, он и есть, и развивается. Я, правда, честно говоря, не знаю, насколько успешно у меня, скажем, у нашего клиента и товарища. И я вот сейчас интересуюсь, насколько у них это все получается, и с точки зрения экономической целесообразности. Но, тем не менее, сам факт. В 2014 году, до 2014 года у нас там львиная доля яблок была импортной. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Там на югах у нас много садов заложено, и в Черноземье тоже есть сады. А сейчас они еще и в Брянске, да? И мы уже своими глазами наблюдаем, что яблоки в Брянске тоже можно выращивать. Я уж не говорю о всем остальном. Там у нас картофель, как говорится, второй хлеб, мы номер один по стране. И, опять же, повторюсь, цель самодостаточного хозяйства, чтобы у нас было молоко, мясо, хлеб, как говорится, свой, да, там, фрукты, овощи. И дай бог, если цель эта моя, скажем, будет достигнута, да, это будет неким таким прям доказательством того, что мы можем делать все сами. Вот именно в сельхозпроизводстве, продовольственной безопасности, туда же вопрос. То есть, чтобы мы сами себя кормили. Я всегда своим сотрудникам говорю, что мы прикладываем руку к обеспечению продовольственной безопасности страны. И иногда, не иногда, а практически с каждым разговором рассказываю. Вы все помните ножки Буша? Эти ужасные деликатесы. Это просто дичь. То есть, сейчас это сложно представить. Да, я к тому, что были времена, когда у нас не было даже элементарных продуктов питания, да, то есть, которые производить, ну, скажем, относительно несложно, да. Мы не говорим, там, у нас, допустим, есть еще направление, где мы не самодостаточны, я имею в виду, в масштабах страны. Та же самая, там, говядина у нас, если я не ошибаюсь, еще не обеспечена полностью, да. Сто процентов, да. Но уже рост грамм очень большой. То есть, это более сложное направление, где, опять же, мы говорим о бизнесе, в котором собственники бизнеса смотрят на окупаемость, доходность и прочее. И в этом смысле как раз те бизнесы и те направления, которые уже обеспечены в масштабах страны продукции, да, это с более быстрой окупаемостью, да. То есть, вложенные средства возвращаются быстрее. То есть, там, те же самые, если там условного бройлера выращивают, если, так я правильно понимаю, 45 дней, да, а там хорошего бычка вырастить, это уже совсем другие сроки. И, более того, большие сроки именно окупаемости этого бизнеса, возврата вложенных средств и так далее. Мне очень импонирует ваше мышление в плане развития сельского хозяйства, такой области, да. И это же можно вам потом проецировать вашу работу, которую вы сейчас делаете вот на базе вашего хозяйства. Вы можете вот это масштабировать на базе области и потом всей России. И резюмируя наше интервью, получается, что ваша цель, она, в принципе, достижима. И уже есть шаги. Вы пошли обучаться в направлении агрономии, усиливать свои, да, познания, скиллы. Вы показали рост на падающем рынке по продаже импортной сельхозтехники. И плюс хозяйство своё. Это вот прям 500 гектар. Я думаю, мы через год увидимся и обсудим результаты. Я вам желаю успех. Я надеюсь. Спасибо. Спасибо.